Недавно я купила конструктор по типу лего из пластиковых блоков, вот так выглядит он, карточка товара на вабрисе, стоил он 744 рубля, сразу говорю, что как я купила, его в наличии нет, может кто-то будет искать, он называется аквапарк для веселых игр с шариками. Преимущество этого конструктора в том, что после сборки его не просто ставишь на полку, а можно поставить, допустим, на письменный стол и, собственно, запускать шарики, которые должны проходить путь. Это по типу Marble Run, то, что за границей очень популярно, они проходить должны вот в этих, как сказать-то, пружинках, по виду как будто, такое ощущение, что они металлические, на самом деле они пластиковые, но очень качественные. Вот, шариков, по-моему, штук шесть, все разных цветов, и шарики нужно тоже собирать из двух половинок, вот видно, вот, и нужно прям плотно их прижать, потому что иначе они вот в это узкое отверстие просто не пройдут, если будет щель. Вот, делает этот конструктор какая-то, ну, в общем, Китай, фирмы тут никакой нет, это копия Lego, как я понимаю, вот написано Китай, то есть пластиковые блоки. Собирать интересно, вот, сами они качественные, я где-то слышала, что люди говорят, что, мол, я никогда не покупала, что аналоги Lego, а тут вдруг решила купить. Ну, люди думают, что некачественные, они как-то слабо крепятся, но очень плотно, очень хорошо вот эти блоки друг с другом соединяются. Я собирала первый раз, у меня никогда не было таких конструкторов, был. Есть у меня из кирпичиков, этих гипсовых, очень крутые, мне нравятся. И есть из картона, типа, умная бумага делает, которые тоже суперкрутые, вот, а из пластика, но эти конструкторы, вот эти вот, которые у меня, они как бы, ну, я бы сказала, что они больше для взрослых. Интересно будет, потому что вот такие цвета, вот, яркие, это вот больше для детей, но вот этот, он выглядит симпатично. Вот, тут, по сути всего, три цвета, только шарики разноцветные. Вот, значит, как играть в этот конструктор после сборки? Это, типа, значит, видимо, как имитация аквапарка, вот, с госгорками. Здесь воронка, через которую проходит первый, как бы, первый этап, шарик проходит через пружинку, потом воронка, потом вторая пружинка, и потом он, соответственно, вот здесь сюда попадает, в эту ложбинку, вот в эту. И ещё вот сюда. Это финальный его путь. Здесь, значит, есть какой-то персонаж, просто он для красоты. Его зовут, вот тут написано, его зовут Каковао. Китайцы решили его так назвать. Seaweed, это, типа, имитация водорослей. Бобу они назвали так, шарики. Whale, это вот этот кит, тоже для красоты. Водоросли тоже для красоты. Двух цветов, светлый зелёный и ещё тёмно-зелёный. Вроде бы. Где-то был. Сейчас покажу, как это работает. Берём шарик. Пускаем сюда. Вот у него глазки есть у каждого. Оп. Ну, то есть, очень прикольно. Вот я не видела, кстати, таких аналогов, если искать. Не видела я, чтобы что-то было такое симпатичное. Они все в основном и есть, да, но без пружинок. Пружинки вот как-то вот очень круто с пружинками. Есть просто вот примитивно, какая-то ложбинка такая, пластиковая, и по ней идёт. И все в основном они какие-то прямо для малышей. Цвета в уровне глаз, примитивные, треки примитивные. А вот чтобы с пружинками. Вот китайцы, вот это слово, не знаю, что оно означает. Они, у них серия таких. У нас почему-то найти сложно. Я видела Озон, продавал когда-то, причём по цене не на 700, а раза в 2. 2,5 дороже, как часто бывает у него. Но в наличии, по-моему, не было. Когда-то было, видимо, распродали и всё. И все другие вариации, они такие какие-то, ну, примитивные. Там, к примеру, есть в виде слона, что ли, у него такие вот уши, вот в виде розовой уши, как из пружинок. Ну, то есть вообще какой-то бред для малышей. Вот этот единственный, который в морском стиле и выглядит гораздо лучше других. И цвета такие, приглушённые. И то, что это аквапарк, а не какой-то там слон. Я так понимаю, вот это маяк, что ли, означает. В общем, можно поставить на письменный стол и вот сидишь там, работаешь, допустим. Да, у меня, правда, его нет, но у многих людей есть. Сидишь возле компьютера, поставил и гоняешь шары, просто как антистресс. Можно брать сразу несколько шаров. Сейчас я покажу, как это делается. Я собрала, поставила летом кресло на балконе, а коты туда прыгают. Они мне раздолбали его, и мне пришлось собирать практически с нуля второй раз. Ну, собирать интересно. Вот, привлекает котов. Они думают, что это для них игрушка. В общем, я довольна, учитывая, что за 700 всего рублей я мне достался. Очень качественно. Китайцы вообще, они монстры. Они умеют делать такое, что зачастую... Ну, дешевле-то понятно, дешевле и лучше зачастую оригинала. За какую цену Лего продает этот раскрученный, это просто кошмар. Там вот эти вот... Я смотрела как-то из Симпсонов, там дом. Это просто ужас. Там какие-то десятки тысяч. Он довольно-таки большой. Здесь по сборке я не знаю. Может быть... Может быть часа два по времени, не помню, честно. Ну да, где-то. Особенно если уже есть опыт сборки. Инструкция вот такая. Очень качественная. Вон какие яркие цвета. Вот тут. Там не знаю, зачем такое делают, но разные детальки. Как бы не то, чтобы для сборки чего-то одного в одном пакетике, а разные детальки в пакетиках. Несколько пакетиков было в коробке. Вот тут что есть. Вот это, собственно, сами эти. Они нарисовали шарики. И вот начинается сборка. Очень подробно. Цветом выделили то, что, собственно, нужно использовать на данном этапе. Наклейки были для глаз кита, по-моему. Вот как собирается этот Бобо. И вот что получилось в итоге. Шарики летят, а эти уже прилетели. Этот просто стоит, но я его поставила. Он тоже у него крепление для этой штуки. И поэтому я его прицепила. Вот. Поэтому советую. Такой конструктор. Если, может быть, на Алиэкспрессе продают. Не знаю. Вряд ли дешевле, чем я купила. Так как зачастую там завышенная цена, дороже, чем у нас даже. Вот, темно-зеленая водоросль, а эта светло-зеленая. Поэтому и детям, и взрослым понравится. И самое главное, котикам. Да, Хруш? Хруш, понравился тебе?